Еще раз добрый день, дорогие любители шахматы. Сейчас в студии находится Максим Ноткин. Марк Глуховский очень скоро должен подойти. Начался следующий, 22-й по счету тур. Здравствуйте, Марк. Здравствуйте, Максим. Да. А что вы смотрите? Мы, кажется... Карл Санкарник, давайте пошло. Да, давайте ее тут... Давайте ее, а что вы смотрите? Ну, он опять сыграл, да. Да, причем получилась какая-то староиндийская уже почти совсем. Да, с пешкой на С2, то есть провести С5 будет сложнее. А в остальном так все выглядит. Так, ну вот пока, да, вот пока, видите, зафиксировал, зафиксировал, значит, ферзевый фланг Карлсон. Да, 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 но вот этот конь есть. Теперь, да, теперь надо, да, надо как-то понять, в какой момент белым рокировать и как бороться с ходом Ф5. А он пошел Х4, да, 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 такой стандартный прием, который очень пропагандировал Вадим Звягинцев на Ф5. Теперь, значит, да, как-то вот встречаем там. Так, теперь... Ну, а за две стороны стоят, конь Ф6. Что случилось? Ну, в белые не рокировали, ладья у них стоит на H1, поэтому, да, тут... Да, конь Ф6, правильный ход, потому что конь на Е7, данные господа, напоминает обычно пионерский значок по образному выражению Сергея Рублевского. Это индийский конь на Е7, да, это мучение. Дарь идти, которые не успели пристроить его в другое место. Так, ну что, значит, здесь черным надо все время, да, вот конь Ж5, да, конь Ж5 всегда, всегда лезет туда. Да, теперь надо понять, где-то... Конь зайдет на Е6, и слон через Ж4, надо камень будет С6 уже играть, а что-то скучно. А то слон на С4 выходит, вот, кстати, в чем разница? Так, значит, Ф4 он пока не... пока он просто сыграл ферзь Е7 и контролирует дополнительное поле Е6. Так, что может... Ну, а сейчас надо определиться с ферзем и с ферзевой ладьей, как вот... Как, как бы, хочешь, может быть, может быть, какой-то ход типа ферзь Д3, нет? Да. Да, ферзь Д3. Да, и потом король, ну, в принципе, король может уйти в длинную сторону, но сейчас пока Е4 может где-то встать на С4, вот какие-то такие идеи. Ну, и важно было, там, за слоном Е3 надо следить, чтобы его не прижали ходом Ф4, вот. Ну, и ФЕ, это все-таки пункт Е4 дает белым, это... Там конь С3 бьет Е4, наверное, да? Потому что, чтобы это... Ну, все-таки на Е4, так, взял, теперь чем он должен взять? Ферзем? Нет, конем. Есть вот конь Ф4. Так, пошел... Так, что конь Ф4, чтобы вскрыть себе слон... А там на H7 ничего не провисится. Конь Ф4, слон Ф4, потом я бью ладья бьет H7, а там слон Ф5. Так что тут это все очень двояко. Значит, да, слон чернопольный, слон вскрылся. Теперь вот... Да, белопольный выходит на... Да, белопольный выходит на F5, и сейчас... Так, там белые... Что у нас получается, могут... Ну, что именно... Разве? Да. Да, так. Так, что-то у нас немножко партия скакнула назад. Ж4, да, Ж4. С Геннадием Борисовичем мы рассуждали тут о ходах, меняющих пешечную структуру. Такие вот резкие движения. Так, ну, к тому, что это, в общем, очень-очень важный элемент шахмата. Ну, что ж, интересный замысел, да. То есть, как-то, да, расчистил себе четвертый ряд. Так. Так, он, значит, слон Е5 он сыграл, да, ладья. И если... Если ладья пойдет на H4, то что он хочет сделать? Ну, если Карлсон пойдет ладьей на H4, нет? Так, подожди, а почему он так сыграл? Король D7 странный ход. Хоть слона активизировали. А, так, 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 то есть он, что ли... Может быть, там можно было бы... Нет? Так. Так, вот. Так. 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 Вот. Вот, вот, размен, размен белопольных в стране индийской по-прежнему остаётся даже в любой позиции ключевой идеей. Итак, ну, что, ферзь Ж3, теперь он что, ладья Ж7 хочет пойти? Так, а, нет, наверное, всё-таки для этого нужно ещё поле Ж8 мотующим иметь, да, так. Так, что же, что же делать, что же делать Магнусу? Много времени тоже, но сейчас Магнус Парсон может быть смириться. Так, всё-таки взял на Ж7. Так, что он, значит, он просто хочет слон Е6. Так, и что у нас там? А, он все... Так, там как-то ферзь С3, потом ферзь Х3. Ну-ка, ну-ка, и что это получается? Ну, ходить-то сюда должен? А, он убьёт. Секундочку-то. Да, намечается вечный шаг, да, гидро Ферзь Х7, то Ферзь С3, Ферзь Ж7, Ферзь Х3, вечный шаг. Так, он бьёт. Ну, здесь тоже от вечного шага не спастись, вот, что-то такое чувство. Правильно или нет, не знаю. Так. Такое ощущение, что нет, потому что ещё ферзь может шаховать с диагонали, с большой чёрной диагонали, да? Да. Согласились на ничью, интересная партия, да, ну, где-то... Да, то есть пришлось всё-таки Карлсону, так сказать, соскакивать с этого. ...какие ещё партии у нас остались. Так, Мамедов выиграл Мамедьяров. О, Ронян, Ильянов. Крайне важная партия с точки зрения турнирного положения, потому что Леон Ронян лидирует в этом турнире, и хочет, чтобы эта ситуация сохранилась до конца. Конь же учитель. Так, а как так получилось, так? Вот так получилось. Почему так? Не да, это обратно пешку. Так, это... Ну, так, а там ещё одна пешка. Так, теперь конь с шахом сюда и на Б5. Ну, там пешка, там проходная на линии Аш всё-таки. Всё, проходная на линии Аш. Это вот... Так, я не знаю... Так, ну, очень активный король у чёрных. Так, как... Вот надо как-то освободить этого коня. Теперь конь мешается. Значит, надо... Ну, он хочет сыграть коню в 3. Так. Теперь что? Король в 2, Аш 2, король Ж2. Вот так вот, и он... Нет, слон Ф3, тогда как раз слон Ф3, король в 2, Аш 2. А, Аш 2, Аш 2, да? Да, а сейчас на Аш 2, король Ж2, да? И что? А как-то можно всё-таки обоить? То есть сейчас можно... Куда бы это отскочить? Конём. Сюда. Теперь, значит, что король Ж3. Всё, успел. Король успел к пешке. Так, вот уже. И всё как-то защитил удивительным образом. Да, да. Тут Павел, конечно, выпустил... То есть Ильянов потерял контроль над позицией. Конечно, он там, да, он когда вёл эту пешку Аш, там надо было аккуратнее это делать. Ну, тут легко сказать аккуратнее, а сейчас... Какой-то подставил, да. Теперь конь пришёл к полю. В B7, да? Продолжает лидировать Леона Район, показывает, что ему неприятно выигрывать такую партию. Давайте он.